Как правило, англичане довольно успешно выявляли в море суда и суденышки нелегальных иммигрантов, хотя это и требовало от пограничных катеров и береговой охраны постоянного напряжения сил. Тем не менее, подчас иммигрантам сопутствовала удача. Одна из самых известных таких историй связана с судном Хана Сенеш. Своё название этот корабль получил по имени героической подпольщицы из Эр-Цисраэль, которая была заброшена англичанами в Европу для диверсионной и разведывательной работы и погибла в застенках венгерского гестапо в ноябре 1944-го. Спустя год после её смерти к берегам Нагории подошло судно, названное в её честь, с 252 репатриантами на борту. Этот нелегальный рейс прибыл аккурат в ночь под Рождество, 25 декабря 1945 года, когда британская береговая охрана уже основательно перепелась и могла уследить разве что за стаканом. Итальянская команда во главе с капитаном Ансальдо посадила корабль «Немель» в нескольких десятках метров от прибрежных камней и поджидавшие на берегу бойцы Пальмаха перенесли пассажиров на сушу. По некоторым сведениям, два человека при этом погибли. Ещё до рассвета новоприбывшие, в том числе шесть членов команды, были распределены по окрестным кибуцам. Моряки вернулись домой две недели спустя. По словам очевидцев, земля обетованная возмутила итальянцев катастрофическим качеством спиртного. Беднягам предлагали либо горькую водку, либо сладкое субботнее вино, от которого, как известно, слепаются внутренности даже у привычных ко всему солдат бригады Голлани. Эти факты более-менее подтверждены живыми свидетельствами. Дальнейшее уже относится к области легенд. Рассказывают, что в кибуце Ягур, где поселили команду, был устроен праздник по случаю удачной операции, и якобы капитан судна произнес прочувствованную речь во славу страны Израиля, Маапелим и доблестных еврейских бойцов. И снова, и снова якобы, при этом присутствовал Натан Альтерман собственной персоной, доставленный в Ягур по личному распоряжению самого Ицхака Саде, командира Пальмаха. И тут уже последнее якобы. Под впечатлением этой речи Альтерман сочинил ответ итальянцу, ставший позднее одним из самых известных текстов поэта. По другим сведениям, Альтерман находился на берегу в момент высадки. Стихотворение было подготовлено к печати тогда же, но въедливая английская цензура задержала публикацию на целых две недели, так что ответ появился в газете «Довар» с опозданием. Появился, чтобы войти в историю. Стихотворение «Ответ итальянскому капитану» «Не ум тшува лера в ховлин и толки» Было опубликовано 15 января 1946 года в газете «Довар». Перевод сделан в соавторстве с Довом Конторером. В небе бесятся тучи, ревет ураган. Дело сделано, мачта им в глотку. Поднимай, капитан, поскорее стакан за свою немудрящую лодку. Этот путь капитан, как и ты, безымян, и у Ллойда отмечен едва ли, Но на картах истории он осьян, блеском мужества, светом печали. Этот маленький, бедный, занюханный флот воспоют и стихи, и романы, А тебе позавидуют, мой мореход, всех земель и морей капитаны. Наших славных парней ты видал, капитан, Да светятся их сильные плечи, Что несли свой народ через ночи туман К берегам заповеданной встречи. Так давай же, скорей поднимай, капитан, За ветра, за опасные галсы, За твой маленький флот, за прибрежный туман, И за тех, кто еще не добрался, За ребят, обманувших британский корвет, В темноте, без огней и компаса, Мимо рифов и скал, среди мин и торпед, Протащивших худые баркасы. День придет, и в углу своего кабака, Над бутылочкой кьянь-ти-балдея, Ты задумчиво сплюнешь, ашмет табака, Улыбнешься и скажешь, старею. Повидал я немало, и выжил не стух, Но запомнил, о, Санта-Мария, Как я вымок тогда, словно глупый петух, В темноте у камней на гори. Мы ж расскажем тебе, что победа у нас, Дело сделано, мачта им в глотку, Дело сделано теми, кто с морем боряс, Принимали груженую лодку. Усмехнешься, конечно, таких не возьмешь, Ни огнем, ни водой, ни сминцем, И такую соленую шутку ввернешь, Что портовый кабак задымится. Будет так, а пока поднимай, капитан, За ветра, за опасные галсы, За твой маленький флот, За прибрежный туман И за тех, кто еще не добрался.